Всем привет, меня зовут Максим Пихин, я представляю сообщество MyGameEngine. И в этот раз мы будем обозревать новый игровой движок GameGuru, который я приобрел в Steam. Ссылочка на приобретение будет в описании. И что же, давайте приступим к изучению интерфейса. В верхней панели мы видим много кнопок, которые в принципе не символизируют то, что они создают. В первых трех кнопках мы видим создать левел, открыть и сохранить. Плюс-минус это приблизить и отдалить камеру, так же мы можем делать колесиком. Следующие пять горячих клавиш это Shape Mode, который поднимает Terrain, наш вверх. Level Mode берет верхнюю точку и приравнивает к ней все дальнейшее. Storage Level Mode сохраняет верхнюю точку и рисует такой же высоты на следующей локации. Ну, точнее не локации, а в другом месте. По сути дела это вещь, которая является продолжением Level Mode. Вот, если нам нужно нарисовать такую же гору, предположим, в другом месте нам уже не нужно проводить, как мы это бы делали в Band Mode. Так вот. А потом бы просто брали бы самую низшую высоту и вот так вот обрезали. Для этого как раз и нужен Storage Level Mode. Следующий это Blend Mode. Отвечает за Smooth, то есть за сглаживание острых частей. Делает все более округлое. И последняя утильта для редактирования террена называется Ramp Mode. Ramp Mode нужен для создания подъемов. Он достаточно хорошо их создает. Можно группировать несколько рэмпов. Можем даже вот такие делать. Он будет обрезать тогда уже их. Далее идет 4 текстуры. Но на данный момент их всего 4. Поскольку движок только развивается, он будет в дальнейшем добавлено более. Рисует он пока что корявенько. Мы сначала рисуем первую текстуру, потом рисуем вторую. Например. А вот последующие текстуры почему-то, они сначала рисуют предыдущие, а только потом рисуют самих себя. И так же со скалой. Вот сейчас это заметно. Что ж. К сожалению, нельзя сразу вернуть пока что террельные текстуры, чтобы взять и травой все закрасить. Но добавление своих текстур можно будет сделать в дальнейшем. Paint Grass здесь достаточно сделан очень интеллектуально. Он рисует область травы. Отмечаю, чем смуглее зеленый цвет, тем меньше травы там будет. Он рисует область, которая показывает, где будет располагаться трава. А траву саму можно найти уже в готовой игре. То есть по делу сейчас вы его видеть не будете. Вы будете видеть только вот область, где она находится. Так же, как и в остальных движиках, кнопкой Shift все это дело стирается. Ненужные вам текстуры, видите, уходят. Причем, заметьте, что пока что, если мы нажимаем Shift, вот это как бы идет Painting Mode, он стирает все. То есть вот мы можем, нажимав кнопку плюс-минус, стирать ненужные нам текстурки, вот таким вот образом. Но, заметьте, когда мы стираем, у нас обрамка остается. Видите, вот это, она все равно остается. Что ж, перейдем дальше. У нас есть еще Entity Mode для редактирования объектов, но о нем будем говорить позже. А сейчас мы как раз пользуемся Styrane Mode. Также мы можем создавать впадины, где будем видеть воду. Create Newer Point это для искусственных интеллектов и для вообще точек разных. Ну, это, соответственно, редактор их. Здесь мы можем запустить нашу игру и создать мультиплеер. В папке, точнее, в окне Library мы видим две панели Entity и Маркеры. В маркерах находятся самые важные маркеры, которые нужно использовать в игре. Например, Player Start, Checkpoint, Cover Zone, Multiplayer Start, 5 видов света, 6 видов света, даже 7, и 4 вида зон. Как зона победителя, триггер, звуковая и Story Zone. Story Zone используется для диалогов, для каких-то кат-сцен. В Entity, нажав кнопку Add, мы можем добавить некоторые объекты, которые хранит наша библиотека. Ее мы можем также расширять с помощью импорта своих моделей в меню File, Import. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был сообщество MyGameEngine. Меня зовут Максим Епихин. Я надеюсь, что вам понравился этот видеоурок, и вы в дальнейшем захотите изучать GameGuru. Всем спасибо, всем пока.